Экспозицию 42 фотографий составляют работы путешественников, фотолюбителей, среди которых и журналисты, и авторы публикации в National Geographic. Всего на конкурс, участником которого мог стать любой желающий, было прислано более 4000 фотографий из разных частей страны. Собрали лучшие, а именно работы, которые впечатляют. В рамках одной экспозиции эти фотографии демонстрируют единство непохожих мест, культур и укладов нашей страны. Это не просто расширяет кругозор, но и в буквальном смысле подкидывает идеи для путешествий, уверены организаторы выставки. Каждая фотография – руководство к действию, мотивация посетить то место в России, о котором человек раньше мог даже и не слышать. Об одном из таких мест рассказывает фоторабота Олега Терехова «Дух медведя». Снимок сделан в городе Кызыл в шаманском обществе. Он говорит, сейчас я проведу с тобой обряд, какие-то травки зажег над головой, над пятками, над ладошками, чувствуешь ли тепло. Говорит, а вот теперь дух медведя, иди пообщайся, обними эту мать-медведицу, задай ей все свои вопросы, пожалуйся, попроси у нее все, что хочешь, и слушай ее внимательно, потому что она дышит. Наверное, дышала, не знаю. Ну, как такое лицо, не захотите сфотографировать. А это Камлани на Байкале. Этот обряд снят на острове Ольхон. Кадр, признается автор, постановочный. Дождь после обряда не пошел. Итогом стали вот такие фотографии. Для меня первичная картинка в этом смысле, вот именно здесь, да, и по картинке это очень здорово выглядит, конечно. Когда у тебя какой-то такой рассветный контровой свет сзади, костер на льду с отражением, вот эта фигура шамана, это все очень здорово просто именно по картинке. Ну, и по ощущениям от Камлани тоже, конечно, когда они начинают петь своими вот этими утробными голосами, это так внушает. Проект «Россия. Идеи для путешествий» стартовал в Москве в июле. Затем были Тюмень, Красноярск, Барнаул, Нижний Новгород. И везде фотоработы были доступны для свободного просмотра. В Сочи местом для экспозиции выбрана галерея Гранд Марина. Выставка продлится по 10 сентября.